Доброе утро! Я не знаю, как это назвать, но возможно это какое-то беспокойство. Кто как примет, не знает. У меня за вас лично появилось такое волнение. Я посмотрел ролик с Евгением Потеминым. И как легко вы все-таки поддаетесь обольщениям. Я вот думаю, как вы по мытарству собираетесь идти, если вы всем верите и не отделяете правды от лжи. Вот позвонил Евгений Потемин. Человек, не признающий символ веры, не верующий в Святую Троицу. Он именно тот человек, который не баптист, не католик, не православный, а просто христианин. Знаете, как бы вот такие просто христианин. Он признает себя Иоанном Крестителем. Вы можете сказать, что я Иоанн Креститель? Он ищет славы и учеников. Почему он говорит, что именно учение Игнатия нужно принять? Потому что он выдумал свое учение и готов изрогнуть его, понимаете? Вот он ищет учеников. В беседе он мне говорил, что Игнатий, ну у меня с ним была беседа. Он записан, я вам дам послушать. Он мне говорит, Игнатий не христианин, а фанатик, как и в любом деле. Вам говорит, что вы истинный христианин. Он говорит, что вы хранимы Богом, а то бы вас попрали, порвали. А кто не храним? Разве Кураев сегодня не храним? Или монах вот этот Антоний Шляхов, который уже, не знаю, лет 15 открыто, патриарха Садомитом называет, что разве они не хранимы? Вот, понимаете, там идет сплошное обольщение. А учение, вот какое вот, даже учение, я с ним пообщался, ну три минуты ровно, я увидел, что это за человек, понимаете? Почему вы этого не видите? Вот у него учение такое, ну наверняка слышали, что до Адама и Евы были еще народы. То есть Господь создавал до Адама и Евы народы, которые впоследствии превратили в животных, в крокодилов, там, в балков, в жирафов. Вот, а остались люди еще от Адама и Евы, вот часть людей. Но они по духу, те-то по духу животные, а эти по духу, как бы, они божьи. Вот, то есть есть люди духовные, а есть такие животные. Вот, и Евгений пришел, чтобы отделить их, тех от тех отделить и преподать им вот такое истинное учение. Вот. Понимаете, вот, вот, слушайте, так его... А как вы собираетесь по вытарствам идти, когда вам демоны начнут вот такие эти напевать, дифирамбы? Ну, я же ничего не отвечал, я слушал. Это первая встреча. Мне никак не прийдет узнать. А как я могу узнать? Я выслушал, теперь еще была встреча. Я через пять минут, я уже узнал, что это за тип. Почему вы не узнали? Ну, вот теперь дальше-то что-то еще будет. Вот вы видели, допустим, с этим Михаилом. Я сижу, слушаю целый час его. Здесь я тоже ни одного слова ему нигде ничего не сказал. Так. Поэтому, вот, вчера он говорил, опять заходить, я говорю, по графику, через две недели только, и все. То есть у него еще один ролик будет, я тоже выставлю. Я благодарю, в первую очередь, благодарю вас за заботу. А во-вторых, что вы сказали, я это все знаю. Я слышал ваш разговор, который был, и в конце вашего разговора поставлю вам пятерку. Вы что думаете, я ничего не видел, не знаю, и мне нужно до конца узнать. И при этом сказать, что человек этот навсегда пребудет в этом состоянии. У меня данных таких нету. А может, именно для того и случилось, что такая встреча, чтобы начать работу с этим человеком. Значит, этот орешек, значит, для меня. Вот как нужно смотреть. Я ни с чем не соглашаюсь пока. Мне вот интересно, знаете, мы уже с Александром, с братом Сандрусенко, обсудили, как говорится, эту тему. Он тоже позвонил ему на своем разговаривании. Ну, как человек, мне он интересен, понимаете. Я сегодня опять перезванивал ему. Но у нас, в принципе, не состоялось разговора, потому что он хочет, чтобы я его слушал, а я, чтобы молчал. Ну, интересен вот такой вопрос. Я бы как бы вам его сейчас адресую. Вот. И что вы ответите на него? Вот он говорит, ну, он говорит там в беседе, то, что я вам буду говорить, это тайна. Да? Подожди, Милыков. Я буду говорить, что? Будет тайна. Ага. Нет. Никаких тайна. Нет, у меня все выставляется в интернет, и это тронет. Так, вот опять переставить слова. Еще раз повторю. Вот он говорит, то, что я вам буду говорить, это тайна. Он говорит. Вот. И у меня такой вопрос возникает. Есть еще такие тайны на земле, которые нам нужны для спасения и саквари-тайни? Есть такие тайны еще? Какие тайны? В чем? Есть ли такие тайны на земле, которые нам нужны для спасения? Тайны для спасения? Не слыхал такого. У меня их никогда не было. Наоборот, идите и возвестите. Даже о грехах своих раньше была открыта исповедь. Я слышал такое. Приходили, у Яна Кронштадтского было. Купец стоит, прям в храме кричит. Я изнасиловал дочь свою. И плащет, и кается. Вот так было в Первой христианской церкви. Какие тайны? Это больше всего грехов люди боятся. Вот я теперь еще раз повторю, брат. Какое дело? Он вышел на меня впервые. Но перед этим я прослушал вашу беседу от корки и до корки. Я вам ставлю в конце пять с плюсом. Вам понятно это? И теперь, когда он что-то говорит или там не договаривает, я ничего не могу сказать, говорит или не договаривает. Он выйдет, и все будет видно и как. У меня к нему претензий никаких нет. Человек впервые пришел. И я узнаю его. Мысли где добрые, у меня мгновенно они отсеиваются. Посмотрим, что будет. Мне нет никакой такой побудительной причины прервать с ним связь и чтобы он не встречался. Никакой. Я о нем и начал молиться. И что вы это говорите? Я ребятам, братьям сразу это все сказал вашими словами. У нас с вами единение, как глухонемые говорят, один к одному. То, что вы говорите, я это все им сказал. Володя, где Никита-то у нас ушел-то? Подтвердят, что именно так. И поэтому я ждал, что вы выйдете. Я говорю, Сергей должен это сказать. Выйдет, увидит, когда нашу беседу-то. Для меня это уже все, тут все открытым текстом было. Поэтому благодарю сердечно и молитесь, чтобы дальше было как есть. У меня нет никакого основания его оттолкнуть и не разговаривать с ним. Но к вашему разговору я вернусь через какое-то время. Я его по счастям, и вы мне там выделите, на что хотели бы сказать. Тут я начну тогда уже говорить. А если не так будет, жалко мне будет. Жалко. Это я вижу, в первую очередь, душа. Ах, какое у меня с ним родство! Златоуст говорит, большое. Один наш творец, один воздух, одна пища. То есть очень многое. Я, если общаюсь с кем-то, у меня впереди стоит одна цель. Привести его, если он не знает, познание всей истины, которую Бог открыл святым отцам. Он Библию знает, свободно оперирует фразами, к месту говорит. Но дальше-то он знает или нет. Что каноны не признают, да, что троицу не признают. Я это узнал. И что вы прекратили разговаривать, я это тоже знаю. И здесь я тоже ставлю плюс. Но это другая ступень. Другой человек. И поэтому на этом основании вашего разговора я теперь все остальные выводы делаю. Так что, кроме благодарности, вам ничего нет. Но все это, что вы говорите, я уже обсудил с братьями. Мы уже знаем, о чем молиться. Я вот с братьями говорил, меня вот как раз и волнует вот то, что... Почему людям, ну, хоть мы там и я там говорю, что вы там к людям относитесь, но все равно вот эта вот доброта ваших людям, расположение, как бывает, ну, часто не видите в людях вот то, что очевидно. Или вы покрываете это, я не знаю. Вижу я, Сергей, ну, вижу. Еще раз говорю, вижу я об этом беседу и с братьями. Но я молчу и молюсь. Молитва сделает больше, чем слова. Вы беспокоитесь обо мне, это и понятно. Но то, что вы говорите, я это все с братьями обсудил уже. И сказал, как Сергей-то провел беседу-то, как все к месту-то было-то. И поэтому, ну, вы мне ничего здесь не сказали. Не думайте, что я такое-то запросто так поверил-то. Я молюсь. А верю или не верю, в конце выявится где-то. У меня против него ничего нету. И поэтому его расположением сегодня Господь воспользуется. Я ждал, что вы выйдете по этому ролику, когда ставил. Сергей обязательно должен выйти. Ты говоришь, не знал. Я знал, как события даже развиваться будут. Тут открытым текстом все. И что вы сказали и вышли. Но Сергей сейчас будет об Евгении говорить. Так и есть. Вот какое дело. Благодарю. Целую. Ну вот, я понимаю, допустим, о себе. Я понимаю, я называю себя грешным, многогрешным. Ну, я для чего себя вот называю, допустим, многогрешным? Ну, я думаю, лучше называть себя многогрешным, чем искупленным и знающим то, что еще пока, допустим, никому не открыто. Ну, я буду лучше грешником последним, чем я себя буду называть этим каким-то знающим человеком. Ну, я, в принципе, что, я ей это, что вот хотел сказать, я сказал, но я понял вас. Так, я спрошу, говорится, тоже по секрету. Ко мне заходил этот Бирюков-то. После наших бесед-то он еще не изменился там, не ожесточился. Что-то давно его нету. Передайте ему лучший поклон, и мы все время молимся. И он включен у меня в список освященника, где я молюсь. Его давно не видно. Все ли ладно у него? Да, Инар Тихович, все, слава Богу, нормально. Ну, как, мы все люди, знаете, мы с чем-то соглашаемся, что-то. Он сильно переживает то, что он говорит, хулит царя, вот он хулит. Хулит царя. Ну, я хулю царя, ну, от этого еще от тебя. Лучше или будет? Хулит, как хулит? Я говорю, хуже царя не было в России. По-политическому. Но и лучше царя этого не было, когда пришел к смерти. Еще непонятно-то. Его еще не канонизировали, а я же ему молился. Еще тебе непонятно-то. Ну, нельзя так тропаретно, сжато мыслить. Я широкоэкранно, как говорится, широким профилем смотрю. Ну, нельзя так вот. Вы, вот, и Осипов вообще не признает канонизацию. Ну, еще теперь нападать на него. Это его выбор. Выбор. Я царя признаю святым, каждый день молюсь. Тебе что еще надо-то? Я ему отвечу. Еще надо-то еще. Но я анализирую, смотрю, как это было. Ты прочитай «Красное колесо» Солженицына. Другие материалы. Царские записки. Календарь. Все его записные книжки публикованы. Я о нем столько знаю. Я за рубежом, когда был, показывали фотографии. Дочь его, Анастасия, лежит, курит. Молоденькая девчонка курит. Ладно ли это? И он с папиросами так умер в кармане. Я должен это сказать. Это не пример. Но он страдал. Он понимал. Он считал протоколы сионских мудрецов уже перед самым кончиной. Все говорил, соглашался. У меня полное единение с ним, который подошел к грани своей жизни. И совершенно неприемлем так. Если ты такой, я солдат до гробовой доски. Зачем ты допустил такую беду? Ему советовали этих февралистов там 2-5 тысяч повесить и 200 лет слова революции в России не будет. Но он не пошел на это. А это христианин. Вот он где христианин проявлялся. Когда он не мстил. Я, допустим, понимаю это. Я вот смотрю на людей, допустим, на отца Сергия Дудина. Они говорят, что он хулит там этого Серафима Саровского. А почему-то понимают и доходят до людей. Хорошо. Брат, я каждый день молюсь Серафиму Саровскому. А почему? Они видят только одну сторону монеты, а другую сторону почему-то не видят. Узов мышления сектантские. Они православные, они сектанты. Секта узов взгляда на истину. Но вот он Серафим и никуда. В первую очередь мощам не верю. Мощам, которые обрели что-то его мощи. Во-вторых, Серафим говорил так. Стижи двухмерно, спасутся тысячи. Это ложный постулат. Нигде этого нет. Давид говорит, я мирен. Он говорит, мы должны верить. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Вот и весь ответ. Я говорю, что Серафим, он не знал вот этого вот. Вы чего из него Бога-то делаете-то? Я вопрос задаю, скажите, почему, когда канонизационная комиссия была, ни один, ни один из архиереев не проголосовал за его канонизацию. Этот царь нажал и сказал, канонизировать. Почему? Зачем эту раскрутку делать? Канавка не пройдет, антихрист. Да там какое было атомное предприятие-то? Глупостями занимаются. Все стерто. И Серафима Бога делать не надо. Это человек был, и поэтому надо так смотреть. Я его признаюсь святым. Что еще нужно от меня? Но у меня есть голова, есть совесть, я рассуждаю. Воззять он делал правильно, неправильно. Он сам говорил. Когда я поступал, говорил не в Духе Святом, значит, это была ошибка. Он сам признает это. Это не Слово Божие. Эти сухарики сегодня, щугуны на голову надевают. Это, ну, видите, какие там за Буранной Андрея стоит там, все эти дурью маются-то. Идите и проповедуйте. То, что они к себе звали, и орданки строили, это игра детская. Там холмик назовет. И синий идти к народу, пускать не пускать. Дерево упало, завалило знамение. Людей к себе не принимать. Его выманывали так как. Идут люди, он в окошко, в окошко выпрыгивал. И прятался в траве. И, наконец, нашли ключик, брать с собой детей. Дети выходили, кричали, Серафимушка! И он вставал из травы, тогда и говорил. Сегодня все в плюс, а это все может быть в минус. У меня евангельский взгляд во свете Библии. Поэтому я и говорю, для меня нет авторитетов. Андрей Кураев это понял. Нет авторитетов. Нету. Библия авторитет, она сметает все авторитеты. И во свете Библии я смотрю. Но я ее признаю святым. Его церковь канонизировала. Я единственного не признаю канонизированного Иосифа Володского. Это Сталин православный был. На его совести тысячу людей, может быть, погублено было. Он день и ночь гундел князю. Казнить, казнить. Он говорит, мы христиане. Казнить, казнить. И, наконец-то, через казнь. Инквизиция. Позор православной церкви. Это самая позорная страница. Зачем ко мне под язык залазить-то? Я его признаю святым. У нас икона, видите, в храме висит. Дома икона. Что вам нужно еще от меня? Какое почтение вашего? Вашего не будет нигде за Бога. Я его не считаю. Ну, а я вот, допустим, ну, тоже у меня веры нет там в схождении огня, там, благодатного. Вот поиск Богородица там привозили. У меня нет такой веры. Это другой вопрос. А если у меня веры такой нет, и что, я же не православный, что ли? Так, я говорю, сейчас о Серафиме закончим. Не надо придумывать ничего. Его житие самая большая, 51 страница в житиях. На апостола Петра и Павла, когда в Библии столько написано, 12 страниц. Меня этим не напугаешь. Андрей Кураев это увидел. Игнатий нет авторитетов, если не по слову Божию. Я во свете Библии рассматриваю, а не то, что они надумали, там, тряпочки посчитают. Это их дело, их выбор. У меня сделан выбор Христос. И во свете Христа я теперь к этому отношусь. Не надо на него ни за, ни против говорить. Старобряцы говорят, он умер как? А он курил, говорит, и заснул, и сгорела келья. Это тоже не годится. Не годится. Теперь с Серафимом не получается. А теперь я пояс Богородицы. Не верю я в это, и все. Ну, не верю. И нигде никакого канона нет, чтобы я верил. Я знаю веры от слышания, а слышание от Слова Божия. По восемь часов, девять стояли в очереди. И никто не изменился. Ну, а почему они ставят тогда вот... Вот сегодня вы смотрели собрание, они... Ну, отец Сергий там выставил, он все на сайте. В общем, они со Скуратовским там опять вас раскладывали. Дорогой брат, это они говорят. Они ставят вот эти вот, видите, пояс Богородицы, там, схождение огня, благодать. Вот он не верит, значит, все, он верит их и все. Я не верю в это, я не верю в это. Ну и что из этого? Да его исследуют и боятся, чтобы туда кто-то кувыкли зашел. Я не верю в это. Почему? Разве это можно обменить в ересь, что ли, или как это? Ну, где-то канон какой-то есть, чтобы я верил. У меня вера, все переполняет вера во Христа и в Святую Библию. У меня нет для этого места другого-то. И вот они начинают там щелять, когда они запустили, раздвоилось. Ну, пусть будет так. Но я не верю. Я не верю, и все. Я же не говорю, что вам не верят, а вы верите. А вот как они начинают огонь, как эти мусульмане, там, эти арабы друг на друге верхом ездят, все показывают. Какой ажиотаж? Это нужно? Или вот облако сходит на преображение, и там собираются палатки, там и кого только нету. Это нам надо. Это там. Я знаете, что вам скажу? Профессор Владимир Филимонович Марсенковский говорил, вырви из сознания людей Евангелия. И на месте его выйдет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь. Вот что. Они пытаются залатать это. Зачем это нужно? Я исследователь. Вот умер бывший Александр Невский. Я Александра Невского вообще не признаю. Я признаю Алексея, который принял схему, и ему молюсь. Князя, который дает ему. Савла я не знаю, я знаю Павла. Я по конкретным, по каждому вопросу отвечаю. Пусть они выйдут открыто, побеседуем по скайпу, я им объясню. Почему так? Потому что о военном деле сказано определенно еще. Тетка, а я говорю вам, противоположное направление. И весь сказ, я в это не верю, что надо убивать людей. А они верят. Ну, идите, убивайте. Почему? Кто бы не отвечал, священники хорошие, отвечают не во свете Библии. Я сегодня только вот в утреннем ролике задержал вас тут, не сразу, говорит, соответил вам. Почему они отвечают по Библии? Торговля запрещена, есть сказ. Христос никого не наказывал, кроме торгующих в храме. Если торгуют в храме, храма нет. Есть дом торговли. А если хотите поточнее, вертеп разбойников с главным паханом в рясе или епископ Софрина. Вот где главный идол сидит. Зачем это нужно? Когда Христос никого пальцем не трогал, а торгующих, торгующих и покупающих одновременно. Я это понял. Они не поняли, ну пусть торгуют, я не торгую. Но у меня есть мнение, вера внутри меня, основанная на священном писании. А у них этого нет. Христос в сатане отвечал, написано. Они не могут ответить. И вот отвечают свящие, они не нужны, но это, знаете, вот надо, не надо, торговля, прочь. Свящая нужна, дальше вот Головин этот, из Болгар-то, города. Да, отвечает Владимир, правильно. У нас, говорит, работа всегда есть, стены закоптила, надо теперь вытирать, теперь и прочее. Ну, начинает, как этот, он просто циник, Дмитрий Смирнов. Ну, по крайней мере, пришли, ничего не знают, креститься, хоть деньги с них взять. И написано, самый лживый циничный поп. Ролик называется. А они сами себе приготовили это. У меня этого нет. Определенно, Библия что говорит? Нет, зато, он говорит, о том не рассуждаем. По иконам пишут, вот, опять же, я смотрел занятия, были там, Пуков Сергей, да и многие пишут вам, на меня там эти самые возводят, что я там торгую с попами. У меня ни с одним попом нет вообще никакой договоренности. Я через попов не продаю ничего. Да и в серверх продают иконы софринские у иконописцев. Маленько не понял, Сергей, переспрошу, что? Сергей Пупков говорит, что в торговле Сергей занимается иконами. Сергей, вы иконами? Он объясняет, что у меня этого нету даже совсем. Ну, говорит, Сергей сказал, это только внимательно. Это ложь, ну, а зачем вот люди распространяют, тем более, ну, ладно, там где-то в интернете пишут, а Сергей-то зачем вот эту вот распространять? Не знаю, я даже не знал это про это. У меня ни с одним попом у меня не было, я ни одному попу не продал икону ни разу в жизни. Я только даю им иконы, вот, а попам им и не разрешают с иконописцами вообще, им наставляют, чтобы они только в Софрино покупали иконы. Да не обращаю на это внимания. Сказали, сказали. Я книги не торгую, но 10% торгую. Торгую, это мой труд. Это ваш труд. Почему вам не продать? Вы столько время тратите. Почему? Какая ваша вина в том, что деньги заплатили, цена назначена, не назначена? Назначены, но определенно у вас иконы, которые не реализованы, столько-то стоит, ничего в этом нету. Но иконописцы всегда получали за свой труд. Это житие святых, говорит. Житие святого Агапита, других. Ничего особенно в этом нет. Ну, сказал Сергей, только деловца. Сказал, да и сказал. Брань на воротнике не объяснит. Инат Ильич, у вас опыт большой уже. А вот сейчас вот волна. Ну, раньше у меня были, допустим, кто-то там, ну, раз, может, в месяц, два в месяц человека там. Ну, в основном сектанты на меня там это самое. Причем ложь, лучше. Вот сегодня Потемин говорит, я удалил там комментарии. Вообще ни одного комментария его не удалил ни разу. Это Сергей Попков, что ли, говорит? Почему? Потемин. Он про Потемина сейчас. А Потемин что говорит? Я вообще говорю. Я вообще говорю. Люди восстали, допустим, сейчас вот многие пишут, ну, наговаривают. Я же вижу, что наговаривают люди. У вас вот опыт большой, то, что вот, как бы, люди, ну, обвиняют незаслуженно, может быть. Это от Бога, да? Обвиняют. Это сейчас не совсем правильно. Обвиняют за что? Кого? Незаслуженно, если обвиняют. Ну, только делов-то. Вот, допустим, удаляете. Так я для того и поставлю. Для того мне такое право здесь дано удалять-то. Это мой дом. Ресурс это ваш ресурс. Вы удаляете. Ни перед кем не извиняйтесь. Вы хозяин. Вы стойте в полный рост. Хотя и лежите. Я хозяин. Вижу, что это не ваш ресурс. Вы пакости пишете. Вы удаляете. И все. И запретите приходить. Я что говорю, вы вообще не слышите, Игнат Тихович. Вы отвечаете вообще не на то. Ладно, в общем-то я пошел. Подожди, маленько. Подожди, не уходи. Еще. Я говорю к тому, что если даже удаляете, вины ваши никакой нету. Вы полноправный хозяин. Я вообще не про это спрашиваю. Не про это? А то обвиняют, что он убрал. Я так понял. Я говорю, вот я опытом хочу у вас взять опыта немного. Вот сейчас волна такая идет. Вот, ну, незаслуженно обвиняют. Но я вообще не причастен к этому. Ни к торговле. Там много людей. Вот одна там из ваших этих, я не знаю, она тоже сейчас в этом, в Греции живет. Так она на меня вообще написала. Тебя, говорит, скрючат. Если против Игнатии Горщича выступать, то тебя еще больше парализуют, говорит. Тьфу, безумие. А я только сейчас говорил в ролике, который завтра выйдет, я как раз говорю, поторопитесь, пока Сергей живой-то. Наберитесь опыта у него. Только вот сейчас говорил и в ролике сказал о вас как раз. Пока он живой. Научитесь терпеливо переносить и работать, даже в самом безвыходном положении. Он сказал. Нет, мне вопрос вообще, как к этому относиться, допустим. Ну, раньше у меня как-то возникала волна возмущений, а сейчас ровно. А я сегодня с Александром Друсенко, с братом, разговариваю. Я говорю, брат, ну а как ровно к этому относиться? А он говорит, ты вот поосторожнее, ровно тоже нельзя относиться как-то к этому. Александра Друсенко надо прислушаться. Так, как относиться? Ну, в первую очередь, на молитве. Вот я как отношусь? Я их заношу в особый реестр. Это есть такая печаль сатаны, Мария Карелли. И она им додавала противникам своим, голубей кормила, которые голубя обижают. То есть я понял так, за них только усилить молитву. Чем больше нападает, тем усиленнее я о них молюсь. Призываю друзей помолиться. Дальше. Утром в одной молитве я благодарю загонителей. За них отдельно молюсь. Господи, в судный день. Не помяни им их безумие. Они не знают, что худо творят. Так и написано, говорит. Горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Я-то перед Богом в молитве выражаю все. А им, им не ощущаю ничего. Они раз пришли на то место, которое им не принадлежит, и начинают там хамить, я их выбрасываю, и на этом конец. Больше они ко мне не зайдут. Зачем? Это мое право данное мне. У меня ограда своя, дом. А он приходит и мне дохлых кошек там забрасывает. Естественно, что я постараюсь его оградиться от него. Я образно говорю. Это моя усадьба. Мой ресурс. И весь сказ. Да, внутри неспокойно. И как относиться? Что за этим? Я стараюсь все эти варианты просчитывать. У меня все время работа идет. Говорят, это один и тот же, вы мне сказали, это Петров там. Это не такой-то где-то. Ну, в студии-то сидит не Петров, а Дудин из Куратовских, говорит. Они придумывают. И они там столько нагородили. Господи, прости им. С человеком все бывает. А почему? Истерахов говорит, не на каждое слово обращай внимание. Ибо за собой тоже знаешь, когда ты говорил не так. Виноват, Господи. Прости меня, грешник. А их благослови. Мы нужны друг другу. Еще. Помоги, Господи. Понятно, что к Тебе примерять все мерки никак нельзя. Ты вне этого пространства. Ты только кожурой своей лежишь здесь. И поэтому, какие именно градусы тут давать, что тебе переносить, не переносить, не мне судить, я на ногах хожу. Поэтому ты более ранимый, тебе труднее заснуть, все труднее тебе. Ну, ты помнишь, что за Тебя молятся многие. За Тебя не просто молятся, а пример берут в себя, а Тебя любят. Мне-то тогда говорили, вот когда там что-то началось, и говорят, ну, он не трогает только Козлова Сергея. Попробуй, Сергей, скажи Игнатию, ты знаешь, он как про тебя. Они не знают. Никогда. Даже вот ты сделаешься самым лютым врагом. Я только буду молиться и плакать. Никогда. Ты у меня вне этого реестра. Ты никогда в число врагов у меня не можешь попасть. Не можешь. Ну, мне так люди и говорят, что ты можешь ему тебе поговорить, потому что он тебя вот до твоей болезни уважает. Да. Люди так и понимают. Они не понимают, что я болею с тобой рядом. И когда ты начинаешь показывать, болеет, у меня все, тело сжимается. Я болею буквально. Это Бурденко был такой. И вот, говорит, ты изучал в институте медицинском, какие болезни. Я всеми переболел, говорит. И поэтому, когда заходишь, где ожидания там поликлиники, сейчас маленькие брошюрки убрали. Неоспечатительные люди. Я именно такой. У меня очень сильно развито воображение. Я прикидываю, как бы я. Вот я сейчас упал с лестницы, то вот шкура прирастает тут это дело. Так я подумал-то, лежу и шея шевелится, а Сергей не шевелится. Я лежу и о тебе думаю. В снегу утонул и о тебе думаю. Понимаешь, нет? Это пример. Я бы так вот не знаю. Хотя все знают, что у меня терпение есть и все, но не на такой градус, как у тебя. Это далеко-далеко то, что я перенес. У меня операции сложные, трудные делали. Я их ни во что ставлю по сравнению с твоими страданиями. Я, знаете, что на это скажу. По-другому просто нельзя. Понимаете, как... Если в этом состоянии начинаешь, как бы, ну, протестовать, то еще больнее становится. Понимаете? И стараешься себя максимально, как бы, утешать. Это мне не за слугу совершенно. Я лежу смирно, потому что от активности мне еще сложнее будет. Как бы так. Тут дело вот какое. Если бы я вот просто один был верующий, верующий на этом конец. То нужды никакой не отпускай. Они там отобеснуются, как я называю, патриархийные кодлы, часто причащающиеся. Вот. Но дело-то другое. На мне слишком много задействовано. Лагерь. Они бьют по лагерю. В одно лето 15, 15 краевых комиссий. И прокуратура считает, я не имею права молчать. Я обязан ответить и защитить лагерь. Они меня представляют таким. А я-то начальник лагеря. Такой, значит, тогда и лагеря нет. Я обязан сказать, я не такой. Я привожу свидетели. И они все были разгромлены. Когда показали по телевидению, там приезжали, ролик составили коммунисты. Как у меня плохо, то другое. Среди ночи приехал один, и ребенка забрал. Забрал. Тут такое издевательство над детьми. Ну, он ребенка-то взял, а идти на разъезд. Он идет, дорога с ним разговаривает. Как вас тут это было? Он говорит, нет. Ну, а кормили что? Да, пап, да что тут так кормят, шоколадное готовят. Ну, а вот грязно. Папа, да каждую неделю в бане мы там паримся. Да говорят, мы шесть раз в день купаемся. На лошадях ездим. Так, ничего не было. Он говорит, ничего не было. И он с ребенком вернулся ко мне утром, обратно. Возьмите, я поверил, сказано, я говорю, уже назад не возьму. Это внутри тебя есть. В другой раз за лето пока пережуешь что-то. Понятно? Они лгут, я обязан сказать, это неправда, неправда, неправда. Почему? Потому что я защищаю лагерь. На мне и деревня задействована. Я иду в органы власти, хлопочем на земле. И вдруг показывает, я не такой. С кем вы разговариваете в администрации краевой, говорят, вы видите, какой это человек там. Я должен доказать. И когда суд выигран был, теперь все мне руку жмут везде. Ну, наконец-то, теперь видели, теперь их противники посрамлены. Я обязан это делать. На мне слишком много задействовано. Это и ресурсы, и книги, главные книги. Главные книги, я заранее говорил. И поэтому я должен показать. Поэтому как бы самозащита идет. Но я обязан, мне право дано по Библии. Это право дано мне по канонам, по житиям святым. Даже по Библии, говорят. Ты выйдешь, когда скажи фараону, я несправедливо сижу. Скажи. И апостол Павел говорит, требуй суда кесаря. Не сказал. Ну ладно, говорят, и пускай. Требуй суда кесаря. Я вышел в суд. У меня есть тема, можно ли верующим обнажаться в гражданский уголовный суд. Я на основании Слова Божия. Я имею право судиться с епископом по канонам. Если он у меня изъял что-то. Ну, отхватил огород там или... А когда вопросы другие, тогда я уже должен на два, на три, на сенот выходить. Я к ним нигде не имею претензии. У меня ежедневное общение тоже со многими людьми. Ну, в принципе, у нас это общение с одними и теми же людьми. То есть, которые, они на вас, они и на меня тоже выходят. И те, которые на меня, на вас выходят. И людям, в общем, людям не нравится то, что вы вот каждый день ведете вот эту войну. Люди просят остановить это все. Не остановить. Почему? Игнатий Бричининов адаптом говорит. Хотя это косвенно. Не пытайся немощной рукой остановить поток. Он просто сметет тебя. Сказать я сказал. А теперь они там в одноклассниках мою голову где-то там отрезают. И там где-то блуд творят. Они прилепляют голову. То есть, всякое безумие, безобразие я не видел даже. Мне зачем эта скверна нужна? Ни перед чем не останавливаются. Вот я сказал там анафема. Ой, он не понял. Он дурак там. Он такой не понимает. Я все понял. Я сказал анафема. За или против не должно быть. Первое Коринфянам 4,5. Не судите никак преждевремени. Доколе не придет. Он не пришел еще. Которое осветит скрытое во мраке. И тогда будет похвала. Направо ни налево не уклонись. Ни канонизации, ни анафемы не должно быть. Направо эта канонизация, налево анафема. Независимо от того, кто за или против. Я это сказал. А они поняли. Ой, Игнатий иконоборец. Я против икон. Я открываю, у меня 33 иконы в переднем углу только. А в той комнате было от пола до потолка, у меня все в иконах. Они не знают, что сказать. И в храме иконы, и к иконам я подхожу. Но им надо искать. Хотят люди, чтобы вы остановились. Чтобы каждый день лучше что-нибудь по учениям, чем вспоминать их постоянно. Вот одно и то же вспоминаете вы. Они каждый день обновляют, и я подговорю. Я каждый день получаю массу хулителей, письма, и я отвечаю. А кроме того, я отвечаю, там и хорошие есть где, и люди вопросы задают. Вот сегодня сколько я ответил по Писанию. Много мест. Я подробно отвечаю. Иногда ответ на три страницы идет. Но я показываю, как отвечать надо. На основании Слова Божьей. Люди пришли не ко мне, а к Богу. И поэтому я показываю, что мой Бог говорит им. У меня вот утренние эти ролики идут, отчет за прошедший день-то, это далеко не полный. Ну и сколько там всего? Больше часа каждый ролик. Я вам говорю то, что итог какой. Люди перестают смотреть, а если смотрят, то прокручивают на прокрутке, палец на мышке держат и крутят. Потому что одно и то же идет. Нет, одного и то же нигде нет. Это обман. Начало заголовок один и то же, но я в разные вариации его объясняю. Я сегодня и говорил. Почему беру кругом измена, труся себе обман? Я показываю со стороны царя, какая вина его, со стороны священников, со стороны мирян. Они слишком узкий взгляд. Они не разбиты эти люди. Зачем мне на их ориентир держать? Я каждый день получаю массу благодарности. А они сказали, отошли их ресурсы, идите ищите там, где весело, где хорошо. Я ни за кем не гоняюсь. Я выставляю, люди сами выбирают. Ну ладно, да, это ваш выбор, конечно. Да. Я все сказал, что хотел, в принципе. Все, я ухожу тогда, да? Спасибо, Христос, за заботу. Все, с Богом. Следите внимательно, наблюдайте и молитесь, чтобы ни налево, ни оправо не уклониться мне. Субтитры создавал DimaTorzok